11 декабря 1993 года, Нью-Йорк. Специалисты знаменитого аукциона Сотпис были потрясены. Им не раз приходилось продавать секретные документы, личные вещи знаменитостей, а также произведения искусства не совсем законным путем, приобретенные владельцами. Но этот лот стал неожиданностью даже для них. Аукционист зачитал сопроводительный текст. Посадочная ступень и луноход. Лот расположен в море дождей на поверхности Луны. Стартовая цена 5 тысяч долларов. Кто больше? 10 тысяч за славный памятник лунной гонки. 25 за победу научной и конструкторской мысли. 50 за символ холодной войны. 68 тысяч 500 продано. Луна для Земли больше, чем спутник. Она играет важнейшую роль внешнего орбитального щита. Луна своим гравитационным полем захватывает многочисленные космические бомбы, метеориты, летящие в сторону нашей планеты. Не случайно ее называют космическим пылесосом. Человечество давно присматривалось к возможностям использования Луны в качестве дополнительного источника минеральных ресурсов или новой базы для изучения дальнего космоса. Но оказывается, у военных тоже были свои планы на спутник Земли. Сегодня вы впервые узнаете о секретных аспектах советско-американской лунной гонки. Как на Луне создавался неуязвимый командный пункт, и кого должен был защищать лунный танк. Лунный танк 4 октября 1957 года Президент США Эйзенхауэр проводил свой выходной на поле для гольфа. Эта игра как политика, смеясь говорил он друзьям, важен первый удар. Вечером того же дня ему было не до смеха. Русские нанесли неожиданный удар. Первыми запустили искусственный спутник Земли. Четыре дня после этого известия в Белом доме шли секретные консультации со специалистами по ракетам и ядерному оружию. Совершенно секретно. 6 октября 1957 года. Вашингтон. Из выступления главы сенатского большинства США Линдона Джонсона. Коммунисты могут теперь пускать ракеты на Соединенные Штаты, послать на орбиту платформу, откуда будут бросать атомные бомбы. Коммунисты будут царить в небесах. Кто контролирует верхние слои атмосферы, будет контролировать мир. На консультациях в Белом доме было принято решение. Срочно догнать русских в космосе. Но 6 декабря 1957 года запуск головного американского спутника «Авангард» закончился провалом. Космические успехи СССР заставили президента США Эйзенхауэра иначе взглянуть на советско-американские отношения. К Новому году Хрущев неожиданно получил письмо из Вашингтона. Эйзенхауэр предлагал советскому лидеру приехать в сентябре 1959-го в Америку с первым в истории официальным визитом. Оправившись от удивления, Хрущев расценил приглашение как признание мощи СССР. Никита Сергеевич хотел въехать в Белый дом как триумфатор. Поэтому для перелета в Америку был выбран огромный межконтинентальный Ту-114, способный без дозаправки долететь до Америки. Машина была еще сырой и недоработанной, но Хрущев готов был рискнуть. Впервые в состав советской делегации вошла и первая леди Нина Петровна Хрущева. Специально для нее лучшие отечественные модельеры шили 26 костюмов и платьев. По два на каждый день визита и два про запас. Но Хрущеву всего этого было недостаточно, чтобы поразить американцев. Он позвонил Королеву. Сергей Павлович, я должен прилететь в Америку на лунной ракете. 14 сентября 1959 года газеты всего мира писали об очередном триумфе СССР. Советская ракета впервые в истории достигла поверхности Луны и доставила на спутник Земли вымпел с изображением герба Советского Союза. Спустя 10 дней Никита Хрущев перед телекамерами вручил копию лунного вымпела президенту США. Эйзенхауэр умел владеть собой. Он улыбался, поздравлял. Чего это ему стоило, мы никогда не узнаем. Зато хорошо известно, что после визита Хрущева отношения двух стран лишь обострились. А в Вашингтоне был избран новый президент, демократ Джон Кеннеди. В 1961 году, после триумфального полета в космос Юрия Гагарина, он обратился к нации. Мы должны еще до окончания этого десятилетия послать человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю. В начале 60-х Луна стала заложницей военно-политических игр двух сверхдержав. Причем именно она явилась яблоком раздора, не давая им договориться. Мало известно, что Кеннеди дважды предлагал Хрущеву план совместной экспедиции на Луну. Однако советский лидер считал, что американцам никогда не удастся опередить СССР в космосе. Ведь в это время Сергей Королев уже работал над программой пилотируемого полета на спутник Земли. В лунной гонке двух сверхдержав были абсолютно секретные аспекты. 1963 год. В Советском Союзе это время назовут «оттепель». Молодежь танцевала твист и играла в КВН. Люди постарше смотрели футбол и аплодировали Льву Яшину, лучшему вратарю планеты. Женщины гонялись за модными плащами из Болонии. Но главное, народ жил уверенностью, что наша армия самая сильная. Символом мощи СССР были танки. В июне 1963-го в кабинете директора Ленинградского в НИИ «Трансмаш» Василия Старовойтова появился сотрудник Королевского ОКБ-1. «Королев хотел бы предложить вам создать машину для езды по Луне», — сказал он. Это предложение показалось Старовойтову по меньшей мере неожиданным. Его институт считался мозговым центром танковой промышленности. Ракетные танки и управляемые снаряды для орудий, газотурбинные силовые установки, необычные движители — все это создавалось и внедрялось с помощью сотрудников «Трансмаша». Но лунная машина... Конечно, они слушали сначала как фантастику, потому что вот звучали в то время такие фразы, там, создать луноход, значит, вот три месяца надо, чтобы он работал на Луне, там, такие-то массы. Все это, говорит, казалось фантастикой. Старовойтов решил поручить новое направление Александру Кимурджиану. За ним в институте закрепилась репутация специалиста по экзотическим конструкциям. Он несколько лет руководил созданием танка на воздушной подушке и добился результата. Но к 1963 году тема себя почти полностью исчерпала. И новое задание было для конструктора как нельзя кстати. Изначально был приказ, а потом, как в жизни часто бывает, вот этот приказ превратился в частичку жизни его. Из приказа, можно сказать, и любовь появилась, и вот вся его деятельность была посвящена этому. Первой проблемой, с которой столкнулся Кимурджан и его группа при создании лунного самохода, заключалась в том, чтобы определить тип поверхности Луны. От этого зависел и выбор способа передвижения. В начале 60-х существовала гипотеза, что поверхность Луны некая хлябь, образованная многометровым слоем лунной пыли. В автотранспортном институте, куда Королёв обращался до Трансмаша, ему предложили проект луноплава, способного передвигаться по пылевым морям, как корабль по воде. А для испытаний предполагалось построить громадный ангар площадью несколько десятков тысяч квадратных метров и засыпать его 10-метровым слоем нелущенного проса. А когда Королёв спросил, где набрать столько проса, специалисты института с энтузиазмом выдвинули идею распахать и засеять для этого новые специальные поля. Кимурджан создал группу из ученых Ленинградского, Харьковского и Горьковского университетов. На основе новейших методов радиофизического анализа они сделали вывод о твердости поверхности спутника Земли. Однако многие маститые ученые по-прежнему настаивали на гипотезе пылевых морей и соответствующих способах передвижения по Луне. Конец спорам положил Сергей Королёв. Королёв написал «Луна твердая» и расписался. В 1964 году Королёв посетил в НИИ Трансмаш. Сергею Палычу показали специально снятый фильм. Кадры, которые вы сейчас видите, до недавнего времени имели высший гриф секретности. Королёву передали объёмный отчёт, в котором были описаны десятки различных вариантов движителей. Сформулированы вопросы управляемости и требования к основным узлам. Проделанная ленинградскими танкистами работа поразила главного космического конструктора. Он понял, что мы в состоянии в НИИ Трансмаш с этой работой справиться и готов был оказать нам любую помощь. Он нам даже пообещал, если вам надо, я вам запущу специальный спутник. Ставьте туда свои узлы и проводите испытания. Вскоре вышло правительственное постановление, определившее в НИИ Трансмаш головным разработчиком шасси самоходного исследовательского аппарата. Неожиданно это вызвало сопротивление в Министерстве оборонной промышленности. Основные силы института в то время были сосредоточены на разработке танка нового поколения Т-64 с автоматом заряжания и комбинированной броней. Этот танк планировалось оснастить первым в мире орудийным комплексом, способным стрелять ракетами через ствол пушки. Однако, несмотря на загруженность, Старовойтов перебросил на космическую тематику около ста человек. ЦК и Миноборонпром посыпались жалобы и докладные. Но здравый смысл и поддержка, безусловно, насколько я знаю, Дмитрия Федоровича Устинова, который возглавлял весь военно-промышленный комплекс, являясь секретарем ЦК, она сыграла такую роль, что у нас не только не закрыли, но приняли решение строительства специального корпуса, который был предназначен только для работ по космической тематике. 1965 год. Советский Союз праздновал 20-летие Победы. Центральное место на трибуне Мавзолея занимал новый руководитель СССР Леонид Брежнев. Хрущев был отстранен и отправлен на пенсию. Перед новым генеральным секретарем стояли многочисленные проблемы. Американцы начали бомбардировки Северного Вьетнама. После охлаждения отношений с Китаем, именно эта азиатская страна должна была стать форпостом социализма в регионе. В Ханой срочно выехали советские военные специалисты. Готовилась к отправке боевая техника. Это привело к новому витку напряженности между СССР и США. Совершенно секретно. 15 июня 1965 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР, маршалу Советского Союза Матвею Захарову. Министр обороны США Роберт Макнамара и администратор НАСА Джеймс Веб заключили договор о совместных работах по созданию лунной базы. В качестве военных вариантов предусматривается строительство на спутнике высокозащищенного командного пункта и ракетной площадки. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал-полковник Петр Ивашутин. Космос и Луна рассматривались в США как арена будущих боевых действий. В Советском Союзе решили не отставать от американцев. Для уничтожения опасных космических аппаратов в середине 60-х разрабатывались истребители спутников. Параллельно в КБ общего машиностроения под руководством выдающегося конструктора стартовых пусковых комплексов Владимира Бармина велась секретная и до сих пор малоизвестная программа строительства отечественной лунной базы. Стали рассматривать все направления возможного ее использования. Ну, скажем, как обсерваторию для астрономических исследований. Параллельно смотрели и возможность военного использования этой лунной базы. Ну, скажем, как наблюдательного пункта, который находится на определенном расстоянии и мало доступен для поражения. Тем не менее, игнорировать возможность провокации или даже нападения американцев было нельзя. Поэтому секретным приказом секретаря ЦК по оборонной промышленности Дмитрия Устинова в ней трансмашу было поручено проработать варианты защиты лунной базы. Были варианты луноход использовать, или, вернее, представить как какую-то боевую технику. И вот наш сотрудник, он сейчас на пенсии, он рассказывал, что вот в самом начале работы над луноходом он сам лично участвовал в разработке пристроить некое там боевое оружие, там некую пушку на луноход. Советские лунные танки по замыслу военных заказчиков должны были выполнять задачи по обороне астрономических и геолого-разведочных объектов, а также самой базы от возможных атак со стороны американцев. К счастью, обе страны отказались от планов милитаризации Луны. Однако планетоходы по-прежнему играли первостепенную роль в освоении спутника Земли, в особенности для создания лунного поселения, которое должно было состоять из модулей. У архитекторов родилась идея как бы многофункционального объема. Достигалось это за счет того, что внутри этого модуля имелась оболочка, которая могла поворачиваться вокруг продольной оси. И вот в таком положении, это, например, столовая. Здесь вот имеются кресла, значит, они могут сидеть, там кухня готовить могут и так далее. Потом можно было это повернуть на 120 градусов, и там внизу оказывались тренажеры, это превращалось в спортивный зал. Повернули, и это кают-компания, там была мягкая мебель надувная, можно было отдыхать. В 1965 году Королев решил сосредоточить усилия своего КБ на пилотируемой лунной программе и передал тематику автоматических межпланетных исследований, в том числе все связанное с луноходом, Георгию Николаевичу Бабакину. Сергей Павлович сказал так, что у этого человека есть искра Божия. И эти слова Георгий Николаевич безусловно оправдал. Безусловно. Потому что действительно, очевидно, вот какой-то дух в него занес эту самую искру Божию. Таких людей редко в своей жизни можно встретить. Очень редко. Сегодня имя и судьба Георгия Бабакина, как, впрочем, и других создателей лунохода, известны немногим. Он начал работать 16 лет сразу после окончания семилетки и радиокурсов. Участвовал в создании системы ПВО обороны Москвы «Беркут», зенитной ракеты большого радиуса действия «Даль» и многих других видов оружия. Удивительно, что высшее образование Георгий Николаевич получил в 42 года, уже будучи руководителем довольно большого ранга. В 1965 году Бабакин стал главным конструктором МПО имени Лавочкина. К счастью большому, между Кимурджаном и Георгием Николаевичем, буквально с первых встреч становилось самые теплые, самые дружеские отношения. С помощью специалистов МПО имени Лавочкина были решены многочисленные проблемы, связанные с работой механизмов в условиях вакуума и космического холода. Бабакинцы настояли на выборе для лунохода колесного шасси. Конструкция луноходного шасси уникальна. Вместо дисков на колесах использованы велосипедные спицы. Их помогали делать специалисты Харьковского велосипедного института. При этом каждое колесо имеет собственный мотор с редуктором. Конструкторы потратили немало времени, подбирая для них смазку. Ведь на Луне перепад температур от плюс 150 до минус 170 градусов Цельсия. Если после лунной ночи шасси не смогли бы провернуться, специальный заряд перерубал связь двигателя с заблокированным колесом и давал ему возможность свободно вращаться. В ходе работ выяснилось, что управлять луноходом будет непросто. Сложность заключалась в том, что из-за расстояния задержка радиосигнала составляла около трех секунд. Кроме того, на монитор водителя черно-белое изображение транслировалось в виде слайдов. Один кадр в несколько секунд. Получалось, что к тому времени, как приходила новая картинка, луноход продвигался на несколько метров. Ну вот когда детская машинка, допустим, ее там гоняешь, вот ты ее видишь, она перед тобой бегает, и ты уже там знаешь, как ее повернуть куда-сюда. А тут надо все это делать то же самое, но только с изображением на экране. То есть ты объекта, движущегося самого по себе, не видишь, ты видишь только изменяющуюся картинку. Именно поэтому опыт водителей наземного транспорта, привыкших оценивать ситуацию на основе сиюминутных ощущений, мешал управлять луноходом. Тогда решили набрать офицеров контрольно-измерительных комплексов РВСН. В 1968 году началось создание специального отряда космических водителей. В воинские части были разосланы телеграммы с предложением отобрать добровольцев для участия в исследовательской программе. В какой именно, не говорилось. Под данную программу были созданы и развернуты абсолютно уникальные средства. Экипаж формировался из офицеров главного центра. И тот опыт, который они обрели, это достояние отечественной космонавтики. Большинство добровольцев были уверены в том, что их готовят для космических полетов. Поэтому для многих крушением мечты стало известие о том, что им предстоит всего лишь управлять Земли транспортным средством. Олег Ивановский, заместитель Бабакина по лунной тематике, попытался их успокоить, назвав сидячими космонавтами. Я не изобретатель этой фразы и не автор, поскольку сидячими космонавтами стали называть еще в период подготовки первых космонавтов для космических кораблей «Восток и Восход», тех экспериментаторов, которые на Земле, в наземных условиях, вынуждены были, так сказать, на себе переживать все муки дальнейших космических полетов для экипажа. В конце 60-х лунная гонка вступила в решающую фазу. Совершенно секретно. 20 января 1969 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. НАСА объявило, что первый пилотируемый полет на Луну состоится не позднее августа. Наша ракета Н-1 пока находится в стадии летно-конструкторских испытаний. В этих условиях предлагаю ускорить организацию экспедиции по доставке на Землю лунного грунта и лунохода. Секретарь ЦК КПСС по оборонной промышленности Дмитрий Устинов. Получив информацию из США о готовности американцев к высадке человека на Луну, конструкторы лунохода перешли на круглосуточный режим работы. Когда мы ночевали в институте, одну комнату оборудовали, поставили кровати, матрасы, постели. И даже, значит, от Рослова, который находится везде, в любом коллективе называли это «Отель Шар-Маш», называли его. Потому что наша тема имела индекс «Шар-Маш», «Шар-Маш», «Отель». Но даже близкие люди не знали, над чем днями и ночами трудятся конструкторы. Однажды, в феврале 1969 года, перед командировкой, Александр Кимурджан прогуливался по Ленинграду со своим сыном Владимиром. Почему-то меня запомнилось, что солнечно, яркий, хороший день. Мы с ним гуляли по городу. Он говорит, надо зайти в магазин, купить, вот я в командировку собираюсь, какую-нибудь выпивку, бутылочку, потому что там может быть ситуация, где мне понадобится. Сын предложил купить армянский коньяк. Когда отец вернулся из командировки, Владимир обнаружил, что бутылка так и осталась нераспечатанной. Лишь спустя много лет он узнал от своего отца, почему коньяк так и остался невыпитым. 19 февраля 1969 года на 52 секунде полета ракета-носитель «Протон» с луноходом на борту взорвался. Потеря аппарата стала серьезнейшим испытанием для Кимурджана. На создание новой машины уйдет около года. Эмоционально он никак не проявил, что вот он вернулся с какого-то неудачного запуска, а ведь это же трагедия для конструкторов, для разработчиков. После этой аварии Бабакин продолжал работы. Он все еще надеялся, что нам удастся обогнать американцев и первыми доставить лунный грунт на Землю. Но 15 апреля и 14 июня 1969 года ракеты-носители с космическим пыльчиком потерпели аварии. Спешно была подготовлена и запущена еще одна станция. Всего за три дня до старта американцев. На этот раз ракета не подвела, станция подлетела к Луне, но очередная авария случилась во время прелунения. Буквально через несколько часов Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин отпечатали свои следы в лунной пыли. Американцы выиграли этот этап лунной гонки. Советский Союз был одной из немногих стран, где не было прямой трансляции высадки человека на Луну. После успешной экспедиции на Луну Аполлона-11, США наконец согласились на переговоры с СССР об ограничении стратегических вооружений. Первые консультации прошли в 1969 году. 24 сентября 1970 года, с четвертой попытки советский лунный бурильщик доставил на Землю образцы лунного грунта, взятые в районе моря Изобилия. Однако для идеологического равновесия в переговорах нужен был еще один громкий успех. Таким успехом должно было стать появление первого лунохода. 17 ноября 1970 года посадочный модуль с луноходом-1 совершил посадку на поверхность Луны. Командир первого экипажа, сидячий космонавтов Николай Ременко, произнес «Всход вперед!». Водитель Габдухай Латыпов, включив первую скорость, двинул аппарат вниз по трапам. Луноход коснулся поверхности Земли, разнесся по громкоговорящей связи, похожий на левитановский голос. Все были так взволнованы, что не заметили ошибки. Конечно же, аппарат коснулся поверхности Луны. Самым сложным, несмотря на длительную подготовку, оказалось управление аппаратом. Весь первый лунный день водители лунохода приноравливались. Смена длилась не более двух часов, после которых экипажи настолько уставали, что не могли продолжать работу. Мера их ответственности была огромной, и это отлично понимал Бабакин. В руках совсем еще молодых людей был престиж Советского Союза и будущее межпланетной тематики. Там все время в напряжении сидишь. Правда, это напряжение ты сам уже потом не чувствуешь. Мы сидели же в даче, как у нас же пульс, дыхание, там все это медики же проверяли. 10 декабря, почти через месяц после прелунения, произошло то, чего так опасались руководители экспедиции. Луноход провалился в кратер. Ну и тут, конечно, был... Это улей, 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 улей. Это все тут, знаете, сплошные советы. Один у нас был медик, у него была машина в Запорожье, так он даже рекомендовал, говорит, а если быстро разогнаться по кругу, то, как ты, и выскочим. Я, говорит, вот на Запорожье, пробую. Было принято рискованное решение закрыть крышку солнечной батареи и двигаться вслепую задним ходом. Однако от волнения все забыли о девятом колесе, с помощью которого определялась пробуксовка шасси и пройденный путь. Успел окрепить по громкой связи колесо. Ну и потом врачи, которые датчики нас одевали, показали мне ленту с записью моего пульса в этот момент. Не ожидал такой прыти от своего сердца. Луноход благополучно вышел из кратера, подтвердив высокие качества проходимости. Каждый день приносил ученым все новые и новые открытия. Для советских людей успех ученых стал поводом для всенародного ликования. Появилась повальная мода давать прозвище «луноход». Например, такое народное название получили новые автобусы «ЛиАЗ-667», впервые оснащенные автоматической коробкой передач. Набиравший популярность московский актер и поэт Владимир Высоцкий в начале 70-х по-своему откликнулся на популярную тему. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про привычный лунный трактор видеть нельзя же. Год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Прозвище «Лунный трактор» закрепилось за луноходом. А вот сидячим космонавтам с популярностью не повезло. В первом сообщении ТАСС о людях не говорилось ни слова. Это породило волну слухов о том, что аппаратом управляют обреченные на гибель космонавты-добровольцы. Несмотря на вполне гражданское предназначение лунохода, членов экипажа на долгие годы засекретили. Даже давая небольшие интервью для центрального телевидения, они оставались безымянными. Наградами их тоже обошли. Мы как-то тогда об этом не думали. Это честно, это вот не права, да. Мы были очень довольны своей работой. По окончании четвертого лунного дня, то есть спустя три земных месяца, ТАСС сообщил о полном выполнении первоначальной программы работ. Однако лунный трактор умирать не собирался. Он в три раза перекрыл первоначально рассчитанный ресурс. Постепенно водители лунохода освоились и могли себе позволить небольшое космическое хулиганство. В честь наступающего праздника 8 марта штурман Константин Давидовский решил сделать сюрприз. Он рассчитал маршрут движения таким образом, чтобы луноход своими колесами на поверхности Луны выписал цифру 8. Восьмерка получилась внушительной. Несколько десятков метров. Ее мог разглядеть из космоса любой гуманоид. За вопиющим с точки зрения начальства фактом должны были последовать оргвыводы. Но все обошлось. Тем более, что заменить экипажа все равно было неким. Зато дамы на контрольном пункте были в восторге. Им могли бы позавидовать женщины всего мира, если бы не секретность, окружавшая лунную программу. До сих пор никто в мире, кроме нескольких посвященных в нашей стране, не знает историю происхождения Загагулины в виде цифры 8, которая будет красоваться на Луне вечно. 3 августа 1971 года радость участников лунной программы омрачилась трагическим событием. Накануне поздно вечером, заканчивая обычное совещание, Бабакин пожаловался на усталость. Чего-то я, наверное, загреповал. Я на дачу. И мы с ним простились, он уехал. Утром я приехал сюда на работу на следующий день. Был у себя в кабинете, читал какой-то материал. Рук открывается дверь, входит его секретарь. Я вижу, на ней лица не было. Я говорю, что такое? Она вот как стояла, так по двери, по косяку съехала на пол. Георгий Николаевич умер. Вы видите немногие кадры, запечатлевшие Георгия Николаевича. То, что удалось осуществить выдающемуся конструктору всего за несколько лет, для прогресса человечества трудно переоценить. Именем Бабакина назван кратер на Луне, расположенный рядом с кратерами Циолковского и Королева. Георгий Николаевич не дожил два месяца до завершения экспедиции первого лунохода 4 октября 1971 года. Успех первого самоходного аппарата в какой-то мере оказался роковым для следующих экспедиций. Конечно, Луноход-2, запущенный в 1973 году, способствовал множеству открытий, но серьезного политического резонанса не вызвал. Из Москвы все время. Почему? Давай вперед. Мы говорим, надо провести какой-нибудь там научный сеанс. Нет, вперед. Луноход-2, несмотря на рекорды пройденного пути, не смог компенсировать неудачи пилотируемой советской лунной программы. Безнадежной транспортной межпланетной системы пришлось отложить и проект лунной базы. Постепенно обе державы переключились на Марс. То, что ушли с Луны, это была ошибка, вообще говоря, всего человечества, потому что нужно было просто полномерно продолжать исследовать эту ближайшую к нам соседку. Слишком много там проблем, действительно, которые представляют как сугубо научный интерес, так и интересность некоторых вот прихладных точек зрения. После лунохода под руководством Александра Кимурджана разрабатывались приборы для определения характеристик грунта Венеры. Самоходные аппараты для исследования поверхности Марса и Фобоса. Для многоразового корабля «Буран» во вне трансмаши была создана робототехническая система крепления и развертывания бортового манипулятора, позволявшее выводить из грузового отсека в космическое пространство спутники. Опыт лунохода нашел применение и на Земле. В институте разрабатывались роботизированные боевые машины, которыми в случае необходимости экипаж мог управлять дистанционно. Интерес к такой технике особенно проявился в связи с событиями середины 80-х. Совершенно секретно. 27 апреля 1986 года. Вашингтон. Лэнгли. Директору ЦРУ Уильяму Кейси. 26 апреля в 0.30 по Гринвичу спутники засекли на территории СССР мощный тепловой и радиационный выброс в районе города Чернобыль. Первоначальный анализ говорит о серьезной аварии, располагающейся в этом месте АЭС. От советского МИДа информации по этому поводу не поступало. Директор Национального управления рекогностировки Эдвард Элдридж. Первое краткое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС было опубликовано в советской печати лишь спустя три дня. 29 апреля, осознав масштаб случившегося, Политбюро ЦК КПСС сформировало оперативную группу. В ЦК в отделе оборонки работал один из наших бывших сотрудников. И он решил, что раз мы занимались луноходом, то значит может вот такое устройство работать на крыше Чернобыля, собирать вот эту всю радиоактивную грязь. 18 мая 1986 года заместителя директора в НИИ Трансмаша Эдуарда Потемкина и главного конструктора института Александра Кимурджана срочно вызвали в Чернобыль на совещание правительственной комиссии по ликвидации аварий. Перед его началом участники облетели территорию АЭС. Картина их поразила. Огромные завалы на кровле, радиоактивные стержни, вплавленные в крышу энергоблока и многосантиметровый слой расплавленного битума. На совещании была поставлена задача создать роботы для дезактивации территорий и кровель станции. Главным конструктором новой машины Кимурджан назначил одного из ближайших помощников Павла Сологуба. Специальный транспортный робот СТР-1 только внешне напоминал луноход, а на самом деле это была совсем другая машина. Шестиколесная схема, которая была разработана с колесами вот такими внешне грубыми, с мощными грунтозацепами, из титанового сплава, радиоактивная грязь. Она сбрасывалась за счет формы вот этих грунтозацеп, что сбрасывалось с поверхности, и колесо всегда оказывалось свободным. Через три месяца, в конце августа 1986 года, два образца СТР-1 были доставлены в Чернобыль. Параллельно в аварийном блоке использовались роботы иностранного производства. Они часто выходили из строя. Один западногерманский автомат от радиации перестал слушаться команды. Извлекать баснословно дорогой аппарат пришлось рядовым солдатам, рискуя жизнью. СТР-1 оказался существенно надежнее. Вы видите уникальные кадры. Робот, созданный вовне трансмаше, работает на кровле четвертого энергоблока. Запись сделана с камеры внешнего наблюдения и камер, расположенных на самой машине. По данным Комитета по ликвидации аварии, применение СТР-1 позволило спасти здоровье более тысячи человек. Когда мы после этого попали на конференцию, нас встретили овацией за работу вот этого робота. Понимаете? Овацией. Как артистов. В начале 90-х Александр Кимурджан впервые получил возможность общения с зарубежными коллегами. Поездка в США стала триумфальной для разработчиков шасси лунохода. Он сделал доклад от лунохода к марсоходу. И это оказалось прорывом информации во внешний мир. И во многом способствовало закреплению приоритета советской школы создания планетоходов во всем мире. В 1997 году решением Международного астрономического союза именем Кимурджана была названа малая планета Солнечной системы. Александр Леонович умер 24 февраля 2003 года, не дожив всего двух лет до празднования 35-летия успешной экспедиции лунохода-1. Могу считать себя научным дедушкой, потому что у моих учеников уже есть свои ученики, и даже у тех уже начинают становиться ученики. Сегодня специалисты Дни Трансмаша принимают участие в отечественных и международных программах по изучению околоземного пространства и межпланетных исследований. Их машины продолжают удивлять специалистов всего мира. 20 января 2004 года президент США Джордж Буш объявил новую космическую программу, и Пентагон приступил к реализации проекта наступательных контропераций в космосе. Его основой стало создание военного космоплана для защиты орбитальных объектов. Америка планирует вернуться к пилотируемым полетам на планеты Солнечной системы. Важнейшая роль при этом отводится Луне. Она станет базой для дальнейшего освоения Вселенной, так как при запуске с ее поверхности нет необходимости преодолевать земную гравитацию. Астронавты будут жить и работать на лунной станции в течение продолжительного времени. Одной из важнейших задач станет поиск новых источников энергии. Идет большая дискуссия, на сколько лет хватит нефти, других энергоносителей. Один называет там несколько десятков лет, другие там 50 лет. Вот одним из возможных направлений получения энергетики является гелий-3. Всего трех космических челноков, перевозящих гелий-3, достаточно, чтобы обеспечить энергию Землю на целый год. В вопросе освоения исследования Луны и Марса, а также противодействия угрозе нападения из космоса, Россия готова быть первой. Россия вернулась к основным направлениям по планетным исследованиям, по исследованию Солнца и солнечно-земных связей, и радиофизики, и других направлений научного космоса. Наиболее крупными отечественными межпланетными проектами в ближайшие десятилетия станут доставка грунта со спутника Марса-Фобоса и обширная программа исследований Луны автоматическими станциями. Когда-то Циолковский сказал, что Земля — это лишь колыбель человечества. Но нельзя в этой колыбели оставаться вечно. Возможно, жители нашей планеты наконец-то стали взрослее, и совсем скоро на Луне и Марсе появятся первые поселения. Будем надеяться, что больше никому не придет в голову превращать их в военные базы, а лунные трактора — в боевые машины. Все-таки с возрастом должны же мы стать мудрее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok